Всем тихой ночи. На днях мне попался объект из фонда SCP, документацию которого я хотел просто прочесть на этом канале, но текст объекта написан не слишком хорошо, зато вот идея, стоящая за ним, действительно интересна. В то время как популярный SCP вместе со скромником скатился до трендовой дичи с попытками и симпл-димплами, каноничные авторы объектов придумывают все более сложные для понимания и многоуровневые идеи, взрывающие мозг читателя. Один из таких объектов это SCP-3812. В 1996 году умер обычный, совершенно не аномальный человек, Сэм Оуэлл. Спустя какое-то время появились сообщения очевидцев о том, что из могилы, где тот был похоронен, вылез человек, который, как потом стало понятно, был самим Сэмом, ну или существом на него сильно похожим. Задержать его тогда не удалось, потому что спустя какое-то время он просто исчез, растворился в воздухе, как будто его и не было. Пропавшего живого мертвеца, затем видели в разных частях света. Впервые фонд зафиксировал его появление в Польше, где по непонятной причине рухнул дом. Потом его встретили в одной из американских пустынь. Там он долго шел в одну сторону, и климат на его пути в области 20 километров вокруг этого человека, вместо обычной в том месте палящей жары, становился умеренным комфортным. Когда Сэм дошел до дороги, он отправился бродить вдоль нее, что привело к тому, что бесследно пропали три машины, ехавшие по ней. Этого восставшего мертвеца видели много где. Например, возле некой больницы, куда прибыл фонд SCP и попытался поймать его при помощи неназванного объекта. Попытка эта провалилась, и Сэм снова пропал. А из-за использования против него объекта произошел мощный взрыв. На месте взрыва, на обломках больницы, была обнаружена девочка, которую посадили в камеру содержания SCP-239. Потому что девочка, это как оказалось, меняет реальность вокруг себя, и сама этого не понимает. Она считает себя совершенно обычной. Вот только мир вокруг нее меняется, в зависимости от ее желаний. Так, чтобы для того, чтобы мир вокруг не сломался, ее в итоге погрузили в кому. Ее еще мечтает убить доктор Клев, но это уже совсем другая история. У SCP-239 вообще есть свой отдельный лор, так что продолжаем следовать за мертвецом Сэмом, который уже имеет номер SCP-3812. Теперь его появления почти всегда сопровождаются взрывами, исчезновениями различных объектов и разрушениями. Иногда пропадают целые страны. При этом пропавшие объекты не просто исчезают из реальности, но и стираются из памяти людей. Самое неприятное для фонда то, что по всей видимости пропадают и сотрудники, преследующие объект. Потому что среди файлов работников зоны, которые поручено содержать SCP-3812, появилось много записей людей, которых там никто никогда не видел. Ну или видел, но они были стерты из реальности объектом. Во время одного из своих появлений, объект снова устроил взрыв и пропал. А на его месте осталась совсем уж абстрактная штука, сохраненная фондом как SCP-2719. Что такое SCP-2719, я не очень понял. Возможно, кто-то в комментариях прочел этот объект, понял и объяснил. Ну а мы следуем дальше. За SCP-3812. В один прекрасный день агентам фонда удалось поймать живого мертвеца и доставить в зону 17, где был устроен допрос. Понять из ответов Сэма удалось мало что. Разве только узнать, что у этого человека множество психических расстройств. Особенно длительного диалога не получилось, потому что посреди него объект снова исчез. Однако, пока он был в стенах зоны, его удалось исследовать на предмет плотности реальности вокруг него в юмах. Кто не понял, о чем речь, гляньте видео о физике мира SCP на этом канале. Результат оказался крайне неожиданным. Приборы показали, что Сэм совершенно нормален. И это учитывая тот факт, что это живой мертвец, которого невозможно поймать и вокруг которого происходят взрывы, пропадают объекты и появляются аномалии, достаточно необычный результат. Я бы сказал аномальный. Во время очередного своего появления SCP-3812 был атакован могущественной потусторонней сущностью, которая кидалась в него вольфрамовыми стержнями, заставляла нападать на него животных и создавала разные пространственные искажения, явно пытаясь уничтожить объект. Но это так и не удалось. После этого события, на сервере, к которому имеет доступ только члены Совета О5, появилось письмо, в котором эта сущность объясняет, что объект, с которым имеет дело фонд, является случайно созданным монстром, который настолько могущественен потому, что одновременно существует в бесконечном числе слоев реальности. Это необычное нападение не смогло уничтожить SCP-3812, но несколько его изменило. Он стал аморфной массой материи и энергии, которая зависла где-то над Тихим океаном. Это не было последним изменением объекта, потому что позже он превратился в предмет, напоминающий схематичную звезду со множеством лучей. В то же время по всей планете начались катастрофы искажения реальности. После этой трансформации, внутри звезды появилась человекоподобная фигура, которая начала монолог, ну или диалог. В общем, несколько версий личности объекта общались друг с другом внутри одной этой фигуры. Через какое-то время это кончилось, и катастрофы в мире сразу прекратились. А объект снова стал аморфной массой, висящей над океаном. И таким он и остается. Что же это вообще все значит, и почему объект обладает такой силой? Сама по себе история объекта достаточно проста. Очередная могучая неведомая фигня, которая скручивает реальность в бублик. Мало ли такого в SCP, что же в нем особенного? Ну кроме того, что объект написал DJ Cactus, хотя это уже обычно в нынешнем SCP. Дело в том, что по ходу объекта нам встречается множество цитат из научных трудов доктора Скрентона, того самого, который создал якорь реальности, растворился в SCP-3001 и в конце стал SCP-106 стариком. На основе трудов этого видного ученого мира SCP, доктор Кари Ямамара и следующий объект строит свои предположения по поводу природы его самого. После того, как становится понятно, что теория Юмов в данном случае не работает, и обычные детекторы Канта, которые используют фон, даже не реагируют на аномалию, Кари ищет другой подход. Она углубляется в изучение трудов Скрентона и находит там идею, что некоторые из объектов могут быть многомерными существами, и это объясняет все их свойства. Это как в знаменитой Флатландии, в мире плоских существ, живущих в двухмерной реальности. Если через их мир пройдет трехмерный объект, они увидят только его плоский срез. При этом этот трехмерный объект в их двухмерном мире внезапно появится и также внезапно исчезнет, когда выйдет за пределы той плоскости, где живут двухмерные существа. Также SCP-3812 появляется и исчезает в трехмерном мире, потому что сам по себе он как минимум четырехмерное существо. По сюжету, объект SCP-3812 до своей смерти был обычным человеком по имени Сэм. Однако в какой-то момент могущественное многомерное существо, которого зовут Бен, решило сделать трехмерного человека четырехмерным и посмотреть, что будет. Получилось то, что известно как SCP-3812, и в какой-то момент Бен захотел уничтожить свое творение Сэма. Тогда и произошел тот самый эпизод, когда искажение пространства атаковали объект, но у него ничего не получилось. Читая размышления Скрэнтона дальше, мы понимаем, что тут все еще немного сложнее. Если вы смотрели видео про патофизику на этом канале, вы знаете, что ученые фонды в целом понимают, что они живут в вымышленной реальности. То есть наша реальность является высшей по отношению к миру SCP и стоит над ним, потому что авторы, придумывающие мир SCP в нашей реальности, это обычные люди. Однако Скрэнтон предполагает, что это стопка миров бесконечно в обе стороны, то есть внутри мира SCP тоже есть вымышленные вселенные. И сам наш мир, где живут авторы мира SCP, также может быть кем-то просто выдуман. В свою очередь и мир существ, придумавших наш мир, также может быть чьим-то вымыслом. И так до бесконечности. Неки Бен, существующий в высшем мире, решился на смелый эксперимент. Он выбрал случайного человека из мира SCP, того самого Сэма, и сделал его многомерным в этой стопке, и каким-то образом замкнул его в кольцо. То есть Сэм в нашем мире, придумал Сэма в мире SCP, который придумал Сэма в еще более низком мире. Но какой-то из Сэмов внизу, придумал Сэма, находящегося над нашим миром. И тот придумал Сэма в нашем. И так по кругу. И таким образом, все о чем подумает Сэм, моментально материализуется во всех мирах. Однако разум Сэма не выдержал этого. И вместо того, чтобы стать очередным божеством мультивселенной, он стал бродить по миру, оставляя за собой области искаженной реальности. В финальном, моно, ну или диалоге, Сэм из реальности SCP, разговаривает с голосами в голове, которые принадлежат Сэмам из низших и высших миров. Все они в какой-то момент разум обращают внимание на своего создателя Бена, которого видят как человека за клавиатурой. И тут мы понимаем, что Бен это собственно автор статьи на сайте SCP. То есть Бен это сам диджей Кактус. Вот такие сюжеты нынче придумывают в SCP. И если вы ничего не поняли, еще раз советую глянуть видео про физику и патофизику в мире SCP. Ссылки на оба ролика есть в описании. Всем пока!